здравствуйте меня зовут любовь это видео об уходе за моей кожей целых два человека попросила меня снять это видео за что я ему очень благодарна потому что я конечно смотрела кучу всяких бьюти блогеров я и сама хотела бы стать бьюти блогером но не получилось не фартанула котики бегают а если вам это не интересно но вы из тех кто слушает мой голос то пожалуйста просто слушайте мой голос моя кожа какая моя кожа чувствительная моя кожа тонкая моя кожа белая моя кожа очень легко сгорает на моей коже легко остаются вмятины от ногтей я свою кожу ненавидела естественно как и многое в себе но настало время когда я поняла что кожа у меня одна и если я буду продолжить продолжать ненавидеть то ничего хорошего из этого не получится плюс еще конечно два последних косметолог у которых я была очень много делали комплиментов моей кожи и я подумала ну что же не так уж я и плоха и в конце концов видимо как раз тут уход который у меня сейчас и привел к тому что моя кожа не так уж плоха и вы знаете я как-то поспокойнее вообще к ней стала относиться и я подумала что раз уж она у меня одна никуда мне от нее не деться и если бы я так решила гораздо раньше она была бы еще лучше потому что в подростковом возрасте я ее ковыряла а еще и ковыряла на прошлой неделе месяц назад в общем сейчас я конечно ковыряю гораздо реже и пожалуйста никогда 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 не ковыряйте свою кожу потому что все будет только плохо у вас будут эти рубцы от ковыряния которые у меня к сожалению есть и было бы все гораздо лучше если бы у меня их не было еще у меня есть пигментация потому что я думала что загар это круто и солярий это круто в итоге выяснилось что это нифига не круто что моего папа витилиго что моя кожа склонна к пигментации теперь никаких соляриев никаких загаров нигде 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 никогда всегда spf 50 всегда всегда везде особенно если это какой-то отдых я не загораю я не жарюсь я не хожу в солярии да я буду бледная моль пусть я буду бледной аристократкой с синяками под глазами ну будем считать что это благородно да и что еще у меня есть пигментация вот здесь вот на лбу у меня есть пигментация вот тут у меня есть пигментация потому что спасибо солярий потому что спасибо загар на солнце и если бы я знала если бы у меня были мозги те которые мне сейчас не было бы у меня скорее всего никакой пигментации светлая кожа легко сгорает наверное я это уже вам сказала что еще про мою кожу интересного да у меня бывает жирный блеск всегда я нанесла макияж через какое-то время будет жирный блеск но я не пользуюсь никакими матирующими средствами кроме пудры каток который не заявлен матирующий компонент конечно если ты припудриваешься любом случае ты не будешь блестеть какое-то время если я начинаю блестеть я либо вообще на эту плюю потому что ладно пусть я буду блестеть конце концов это нормальная функция кожи когда она себя увлажняет я не буду пользоваться матирующими средствами для того чтобы кожа сушить ее ничем и сушающим я не пользуюсь потому что в этом случае моя кожа ваша я не знаю я не дерматолог я не косметолог я не даю вам никакие советы может быть просто наши кожи с вами похожи и может быть может быть вам это тоже будет полезно так вот я вот этими вот всеми матирующими сушащими средствами не пользуюсь потому что в моем случае это будет вызывать только закупорку пор и это будет вызывать еще большую выработку кожного сала мне этого всего не надо если она блестит пусть она блестит пусть это будет здоровый молодой блеск или у меня есть матирующая салфетка который я промокну лоб вот здесь она блестит промокнул нос а все остальное я промакивать не буду потому что теперь мои сглайды поменялись я считаю что это даже красиво вот так что же еще про мою кожу вам сказать ну может быть я в процессе что-то еще вспомню может быть что то еще скажу мой день закончился я прихожу домой что я делаю мне нужно снять макияж с глаз иногда там нет даже туши там только консилер либо пудра под глазами и может быть какие-то очень светлые белые тени на веках и водостойкий карандаш для глаз иногда это путь господи тушь но не водостойкая и на бровях средство какое-то для моделирования бровей что нам нужно в первую очередь ватные диски ватные диски они нам нужны всегда это ватные диски которые маскируются под памперс но на самом деле это не памперс никакой это премиал ватные диски для детской гигиены они продаются в отделах с детскими средствами что мне в них понравилось мне понравилось них то что они очень мягкие я мягче ватных дисков еще не видела у меня были всякие ола еще какие-то там Не помню, как называется Ну, в общем, они везде в супермаркетах есть Так вот, в эти холлы и всех остальных У них, во-первых, текстура была какая-то жестковатая А во-вторых, у них, знаете, что было? Иногда прямо вкрапления были Каких-то частиц, видимо, хлопка непереработанных Какие-то палочки, которые царапали мне глаза Царапали мне кожу лица Поэтому нет, спасибо, не надо Чем мягче ватный диск, тем лучше Сколько этот стоит, я не знаю Здесь 70 штук, мне кажется, рублей 50 они стоят Мой ход за кожей небюджетный Здесь мне, к сожалению, у вас нечем порадовать Были у меня какие-то бюджетные средства, конечно Особенно раньше, раньше, там, когда мне было лет 18 Но теперь у меня их нет Извините, уж как есть Макияж с глаз Я никогда не снимаю мылом, не снимаю гидрофильным маслом Макияж с глаз я снимаю мицеллярной водой У меня было средства для снятия макияжа от Горнье Долгое время, зеленая бутылка и синяя бутылка еще Я практически перестала их использовать Я не знаю, есть ли они сейчас, эти средства в продаже Но вообще были неплохие С виноградом, кажется, этот Горньер был Были неплохие, но жестковаты, как мне казалось Мне казалось, что они были жестковаты Двухфазные средства для снятия макияжа я терпеть не могу Потому что все это масло в этом двухфазном средстве Образует у меня на ресницах Попадает в глаза и образует вот эту вот масляную пленку Которую в итоге мне все равно хочется смыть А чем меньше контакта с водопроводной водой Кожа вокруг глаз, тем лучше Потому что кожа у меня там очень тоненькая Очень просвечивающая Очень чувствительная Поэтому сейчас два средства Биодерма, биодерма, мицеллярная вода Сенсиба H2O Вот такая гигантская розовая бутылка Что-то вам все отсвечивает Сенсиба H2O 500 мл 500 мл эти на сайте аптеки Регла Стоят 1280 рублей Неплохая штука, неплохая И все эти 500 мл я себе на глаза-то и вылила Ну что-то как-то мне захотелось чего-то еще И в итоге я купила тоже биодерма Хидрабо H2O Хидрабо H2O, как и вот эта вот розовая бутылка Это голубая бутылка Они говорят губы, глаза, лицо И действительно вот это Она чем отличается Если розовая просто для чувствительной кожи То это увлажняющее И также подходит для чувствительной кожи Все, где написано чувствительное Вот за это все я и хватаюсь И значит эта штука Голубая Она мне гораздо больше понравилась Либо потому что она у меня просто новая Либо потому что она действительно, как мне показалось, более нежно удаляет макияж И быстрее она удаляет этот макияж Я не беру ватный диск и вот так вот не тру им глаз Я пропитываю его Ну вот чуть ли не капает с него Не жалею ее средства И прикладываю глазу на 30 секунд, может быть И сижу И жду пока мицеллярная вода растворит макияж А когда она его растворит Очень нежно, очень мягко Иногда просто вот так вот похлопывая И иногда делаю вот эти вот такие движения Но пытаясь не растягивать эту кожу свою под глазами И я начинаю смывать Если я не могу смыть что-то до конца Я не буду вот так вот затирать Я буду брать ватную палочку Возьму ватную палочку Намочу ее мицеллярной водой Буду вот эти вот частички, которые я не смогла смыть Ватной палочкой убирать Видимо, видео будет очень длинным Уже 8 минут, а мы только к мицеллярной воде подошли Итак, мицеллярная вода сделала свое дело Говорят, ее не надо смывать Не знаю, ничего не знаю, я смываю Я иду в ванну, и у меня начинается эра гидрофильного масла У меня было гидрофильное масло Кадали И у меня было гидрофильное масло Биоре Биоре, это как раз по рекомендации одного очень известного бьюти-блогера Биоре мне не понравилось вообще Может быть я в каких-нибудь видео о том, что мне не понравилось, расскажу почему Сейчас у меня гидрофильное масло Шоу Юмура Skin Purifier Зеленое, большое, 450 мл Антиокси Плюс Стоит оно недешево 450 мл, 5980 рублей На официальном сайте у них еще есть бутылки по 150 2625 рублей она будет стоить 150 мм бутылка Этот Шоу Юмура У них там 4 вида этого гидрофильного масла Что-то там антиэйдж Классическое Еще какое-то И вот это вот антиокси Почему я повелась? Потому что они говорят, что осветляет кожу, помогает бороться с пигментацией И что еще делает? Ну естественно хорошо очищает и антиоксидантное действие И в отзывах писали, что поры, 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 поры очень очищает Что я заметила? Да, действительно, действительно очищает поры С порами у меня такая ситуация Они, естественно, всегда с каким-то содержимым И, кстати, косметолог сказал Не смотритесь близко в зеркало Потому что в порах всегда должно быть какое-то содержимое Когда в поре нет содержимого Ну, значит, как-то она не работает у вас, что ли И если вы нормально очищаете и кожа у вас чувствительная Но не склонна уж совсем к акне, как к болезни То не надо ковырять Вот я не ковыряю Если я регулярно пользуюсь этим гидрофильным маслом И еще одним средством, о котором я позднее расскажу То действительно поры светлеют Вот если они светлые и не совсем уж расширенные Вот и хорошо Вот и хорошо, понимаете И не надо ковырять их Не надо их ковырять Потому что где одна пора, там и другая А потом и третья, и десятая А потом у нас шрамы на лице Вот и все, вот и все, вот и все Мне оно нравится Оно так довольно приятно пахнет чем-то хвойным Они говорят, что Шуи Мура говорит, что если вы это масло нанесли И смыли водой, вы можете больше ничего не делать Не знаю, я предпочитаю все-таки что-то делать И поэтому следующий этап очищения Это пенка для лица Канеба Refreshing Creamy Wash Вот такая вот она Канеба это На сайте Revgosh по золотой карте будет стоить 1576 рублей Без скидки 1855 рублей Почему я ее выбрала? Ну потому что они говорили, что это мягкое очищающее действие Что она шелковистая И да, вот что они сказали То и получилось мягкое очищающее действие И шелковистая она такая Очень мало нужно, чтобы взбить плотную Такую приятную пенку Когда вы умоетесь этой Канеба То у вас не будет скрипучего от чистоты лица Но я этого уже давно не добиваюсь От своей кожи Я добивалась этого, когда я была подростком Я добивалась этого, когда я была не подростком В итоге ничего хорошего из этого не вышло Она просто жирнилась еще сильнее Была сухая Моя кожа очень сильно может быть сухой И поэтому нам этого всего не надо А Ванечка меня уже достал Дальше Когда я умываюсь Я просто водопроводной водой Вот так на область вокруг глаз Потому что она уже чистая Я просто этой водой смываю Господи, что? Мицеллярную воду Очень редко В очень редких случаях Когда мне вообще лень Я гидрофильным маслом снимаю косметику Хорошо смывает это гидрофильное масло Шу и Мура С глаз косметику Но я не очень люблю Я вообще не люблю гидрофильное масло на глазах Потому что Как и с масляным средством для снятия макияжа Это будет у меня Какая-то пленка На ресницах Мне это придется смывать в три раза дольше Мне это все вообще-вообще не интересно Мы умылись Что мы делаем? Мы не берем полотенце и не растираем Вот так вот лицо Неа Мы идем и берем одноразовую Сухую салфетку Из такого бокса Нет у меня Забыла Не взяла Но вы поняли Это одноразовая бумажная салфетка Я промакиваю лицо Выбрасываю салфетку Все Никакого полотенца Дальше что? Дальше идет тоник для лица Тоник у меня очень простой Кодоли Тоник Кодоли Увлажняющий тоник Нет там никакого алкоголя Никаких СЛС Ничего там нет Там какой-то очень приятный Простой состав С глицерином С какими-то там этими Господи с чем? Ситрик эсид Что это? Ситрик эсид Скажите мне быстро Что это? Ситрик эсид Это О боже Ситрик Ситрик Цитрусовая кислота В общем какие-то экстракты Чего-то там Она очень мягкая Она Эта бутылка Это средство Увлажняющий этот тоник Очень мягкий Очень приятный Он приятно пахнет Стоит он 1700 рублей примерно Но часто на него скидки По золотой карте Это будет примерно 1400-1300 Но очень часто на него Какие-то акции Вребкоушево Льдепоте И по этим акциям Он будет стоить Около 1000 рублей Очень большой расход У меня Потому что я На ватный диск Есть еще Такое Когда ты в ладошку И вот так вот на лицо И все прекрасно Ты умываешься Я такое не люблю Потому что он везде Растекается И течет Мне вот так вот До локтя Мне это все не надо На ватный диск Очень-очень обильно Его можно использовать И под глазами тоже Его я тоже стараюсь Не тереть кожу А прям вот так вот Промакивать этим ватным диском И чтобы у меня Чуть ли вот не капало С лица Потому что все мои Следующие средства С гиалуроновой кислотой И это гиалуроновая кислота Говорят, что если ты ее наносишь Просто на сухую кожу Она еще сильнее стягивает И это правда так У меня это так И поэтому Вот пока еще не высохло Это все дело Я сразу наношу все свои средства С гиалуроновой кислотой У меня их несколько Дальше поехала Ихерб У меня есть сыворотка Для области под глазами Life Extension Advanced Under Eye Serum В составе на первом месте Гиалуроновая кислота А потом еще всякие Соевые протеины Экстракты граната И так далее И так далее И так далее Вот эта маленькая штучка 10 мл На сайте iHerb Стоит 2141 руб Вот так вот выглядит Life Extension Я вам все названия средств Оставлю в описании под видео Она у меня уже давно И вот наверное Я даже 5 мл не использовала Две пипетки я использую Под один глаз Под второй глаз Беру вот эти вот пипетки И прям вот так вот Я ее пока не понимаю Вот честно Может быть без нее было бы хуже Она у меня так давно уже Я ее все никак использовать не могу Я даже не понимаю Было бы хуже без нее Или было бы лучше без нее Я не знаю Я не знаю Ее все очень хвалили Действительно состав хороший Может быть Вот когда мне последний раз Косметолог сказал У вас грыжи Это как-то с ней связано А может быть я старею Но когда она у меня закончится Вы знаете Я попробую месяц без нее пожить Посмотрим что будет Если я пойму что стало что-то не то Я начну ей пользоваться снова Закажу ее снова Но когда она кончится Я даже не знаю Очень быстро Пока еще все лицо не высохло Другая сыворотка Тоже Сайхерба Люкс Пьюти Называется этот бренд И это Люкс Серум Антиэйджинг Юс активейтинг серум Вот так вот она выглядит Это Люкс Пьюти И она стоит У них 2912 рублей В составе тоже Гиалуроновая кислота На первом месте Куинезин 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 Экстракты Экстракты Витамин С Клицерин Что-то там еще Грин Ти Зеленый чай Хорошая мне кажется Она Мне кажется она хорошая Потому что вот именно с ней Когда я ее стала использовать Мне что-то косметологи Стали делать какие-то комплименты Ничем она не пахнет Абсолютный гель Легко распределяется Работает эта помпа Здесь помпа Работает до последнего Не жалею Вот прям много-много-много И на все лицо И на все лицо И на все лицо Пока все это Не высохло Крем для глаз До недавнего времени Ну не было у меня крема для глаз И я использовала Какой-то лосьон для тела Ну вот тупо какой-то тоже Ахербский лосьон для тел Ну неплохо было Да Но в одном из сообществ Кто-то говорил Порекомендуйте мне крем Для ухода за областью вокруг глаз И ей сказали Вот есть Шесейда Био Перформанс Клоу Ревайва Лайт Тритмент Вот это супер Это мега Ну вот он пожалуйста такой Этот Шесейда По скидочной карте Будет стоить 4327 рублей Без карты 5777 рублей Типа прикол в нем в том Что у него вот такой вот аппликатор Они говорят Шесейда Японцы говорят Они говорят Мы совместили наши Охренительные разработки Научные И совместили вот традиционный Какой-то там японский массаж Для области вокруг глаз Они говорят Горошину сюда Горошину сюда Вот так вот ручками Распределяйте пальчиками А потом вы берете вот этот вот наш аппликатор И вот так вот по брови делаете 5 раз И вот здесь вот ставите точку Это все будет у вас в инструкции написано А потому пока еще все тут не высохло Вот отсюда вот И до этой точки тоже 5 раз Вот так вот проводите Нет Здесь надо 6 раз А вот тут почему-то 5 Со вторым глазом то же самое Ну посмотрим Посмотрим Он у меня недавно Наверное недели 2 Плотная такая текстура Приятная Питательная Увлажняющая Не скатывается Мне понравился Ну что мне не понравилось Они говорят Конечно Они говорят Светлый взгляд Сокращение темных кругов Сокращение морщин Ну как таковых морщин у меня под глазами нет Только вот эти мимические С которыми мы рождаемся Ну это пока конечно Зато у меня есть грыжа Как мне сказали Так что Мне не понравилось Что если очень присмотреться У него есть малюсенькие-малюсенькие блестки И они видимо за счет этих блесток Считают что у них будет вот этот вот Светоотражающий эффект Я вообще что вам хочу сказать Я конечно много всяких баталий читала Насчет вот этих вот составов Я в них не разбираюсь Но мне не нравится Силикон в средствах для ухода Потому что я не понимаю Зачем мне силикон Когда я иду спать Потому что весь этот силикон Он выравнивает текстуру кожи Действительно Пахнет кстати он неплохо Такой легкий парфюмированный запах Но иногда силикона так много набухано Ну что вообще Вот ты чувствуешь Что прямо как-то кожа прекратила дышать И все припечатано этим силиконом Поэтому я очень так это Слегка просматриваю состав И если я там вижу диметикон Или что-то заканчивающееся на кон Я уже очень предвзято буду К этому средству относиться Но если его кто-то порекомендовал Есть ли хорошие отзывы живых людей Я его скорее всего куплю И вот в этом шоссе Это скорее всего да Есть какой-то силикон Скорее всего да Вот когда я измажу из тюбок Мы посмотрим И посмотрим чем все это кончится Далее Далее опять поехала Ахерб Поехал крем для лица Наконец-то Мы доехали до него 1302 рубля на сайте Ахерб Девита Perfecting Time Они говорят, что это очень легкая текстура Это правда так В составе есть какие-то масла Но в составе есть и гиалуроновая кислота И такой компонент Как аргирелин В общем Типа Как нам обещают Этот аргирелин Это такой как бы ботокс в косметике Средство, которое расслабляет мышцы И ты меньше начинаешь хмуриться Ну не хмурь Как ты хмуришься Это так же Но как-то всегда Он недостаточно хорошо до мышцы доходит Что ли И в общем как будто Слегенький эффект ботокса Ну может быть Я не знаю Может быть я не знаю Мне нравится его текстура Мне нравится Тоже вот очень много я беру И прям не желе наношу Чего не впитывается Я потом через какое-то время Промакиваю салфеткой Потому что да Очень темно стало Блин нормально Как вам нормально? Темно? Темно вам нормально? Потому что Он неплохой Это уже третья моя бутылка Вы знаете Я уже на том этапе Когда Если хуже не стало Это уже хорошо Это как минимум уже подходит А если еще какие-то комплименты говорят Ну значит вообще неплохо А я очень предвзято к себе отношусь Вот так Неплохой Базовый уход Нравится мне Всякая фигня хорошая в составе Типа витамина Е Всяких масел неплохих Того до сего И очень легенький по своей текстуре И нет силикона Что мне тоже нравится И не знаю Забивает ли мне силикон поры Не забивает ли мне силикон поры Скорее да Скорее да Чем нет У меня было много люксового ухода Эстелаудер у меня был Шанель у меня был Что-то из Диор у меня было Во многих средствах Наверное какие-то из них хороши Но пока я хороших отзывов не прочитала Я как-то не соблазнилась И вот это Вот это меня более-менее сейчас устраивает Раз это уже у меня третья банка заказанная Но Если вдруг кто-то скажет Что вот этот вот крем Там люксовый Он неплохой То я скорее всего Захочу его попробовать Вот Так Наконец-то мы закончили С базовым ежедневным уходом моим То что я делаю каждую неделю Да И каждый раз Когда я выхожу из дома SPF 50 Всегда Всегда SPF 50 Потому что пигментация Потому что я больше не заинтересована в загаре Потому что я вообще люблю Когда кожа белая Когда кожа свет Она светлая И она источает вот этот вот свой свет В самом первом видео своем Я вам рассказывала Как в Таиланде Какой-то мужик Который был с тайской проституткой Сказал мне Ты что такая белая Вот что я такая белая Потому что я люблю так Потому что мне так нравится Поэтому SPF 50 всегда Сейчас у меня это Второй тюбик Шанель И это Шанель Сублимаш Почему ты не фокусируешься Шанель Сублимаш High Protection SPF 50 Я много читала Про него В плане Какие лучи блокируют И насколько я помню сейчас Ребят Не дерматолог Не косметолог Извините Я вот помню Почему я решила Его попробовать Потому что блокируют Два типа лучей Какие-то Есть два типа лучей Которые надо блокировать Вот он блокирует Вот эти вот Или как-то Два основных Разновидности Что ли Короче он блокирует И то и то У меня была Шанель Еще одна хорошая В таком квадратном тюбике Иногда я им пользуюсь Но они Переформулировали его И он тоже SPF 50 Тоже неплохой И он даже похож На базу под макияж Потому что стал Очень силиконистый И очень парфюмированный Вы поймете О чем я говорю Если увидите Квадратный такой Белый тюбик Вот этот вот Почему я захотела Потому что он Какой-то еще Увлажняющий И уходовый А тут ну прям Да тоже пишу Что и уходовый И увлажняющий Но понятно По текстуре По такой очень Вот этого вот Квадратного белого Что он скорее Как база под макияж Все таки Но вот этот белый Я была с ним В Таиланде Я с ним И не обгорало лицо Но Но-но-но-но-но Формула теперь другая И очень пахнет Парфюмировано И этот он Такой жирный Он очень неудобный Скорее всего Для макияжа Вот такой вот Он жирный будет Если он вот такой вот Будет белесый Ну конечно Когда ты его Хорошо Кожу вотрешь Просто будет Такой вот Блеск И чуть Выбеленная кожа Меня эта Выбеленность Не смущает Мне нравится Как он пахнет Вот он как раз Пахнет Как тот белый Который мне первый Понравился Он действительно Увлажняет Он действительно Защищает Но Скорее всего Было бы неплохо Под него еще базу На него еще базу наложить Но я не кладу Я не кладу Потому что вот этот вот Блеск Который у кожи появляется Он меня в общем-то устраивает Я что делаю Когда утром просыпаюсь И утром не умываюсь Я Потому что мне нечего там смывать Зачем Я беру ватный диск Либо я завариваю Ромашку И мяту Либо ромашку Либо я вообще ничего не завариваю Либо я в эту ромашку Опускаю ватный диск Либо я его опускаю Просто в воду Из бутылки Которую я пью Протираю глаза Ну чтобы вот эти вот Что-то там Что за ночь бывает на глазах Чтобы вот это все убрать И проснуться А потом я тоником Протираю лицо И сразу пока еще Тоник не высох Да и глаза конечно Тоже этим тоником Промахиваю И наношу Вот на это все дело Крем с SPF 50 И жду И жду пока он впитается И когда он впитывается Я наношу уже Свой обычный макияж Если вам так будет интересно Я вам могу Аттракцион устроить И накраситься Например при вас И рассказать о средствах Которыми я пользуюсь Ну например Ну это если очень-очень До любителей В общем этот Шанель Сублимаш SPF 50 Стоит по карте золотой 5,775 Без карты 7,700 Квадратный Стоит дешевле Еще кстати У Клоранс Есть неплохая такая SPF протектор Городской Он тоже хороший Он дешевле будет стоить Два раза в неделю А то и три раза в неделю Я все-таки должна Отшелушивать свою кожу Но скрабы все Вот эта вот Механическая вся история Вообще Бан-бан-бан Не мое Не мое Все эти распаривания Лица Не мое Разогревающие маски Не мое Потому что я тогда Распаривалась Я тогда разогревалась Я так ходила в сауну Замечательно А потом я прыгала в бассейн А потом я еще думала Ой поры раскрылись Надо что-нибудь давануть Короче я додавилась Как раз до купероза Вот тогда Вот здесь вот у меня Были эти сосудики Которые мне потом пришлось Удалять У косметолога И они появились Именно тогда На следующий день После всех этих саун Потому что мне нельзя Перегревать кожу Мне нельзя ее Переохлаждать Мне надо очень бережно К ней относиться Никаких распариваний Ничего Никаких механических Скрабов Может быть только Пилинг с каткой И то я уже даже От этого ушла Что это такое? Это Сенсай Силк пилинг Паудер Вот так вот это выглядит Этот сенсай Стоит у нас 3577 По максимальной скидке 4770 Без нее Я не знаю Что они делают Это энзимный пилинг Они говорят Что такое энзимы? Извините Я не понимаю Я не знаю Я не посмотрела Посмотрите Если вам интересно Много лет Этому средству Формулу они не меняют А оно какое-то Реально легендарное Это просто Вот пудра здесь Слышите? Это пудра Вы переворачиваете Эту пудру Одного вот переворота Достаточно Чуть-чуть Мощите вторую ладошку И у вас будет пенка И этой пенкой Очищенное Лицо влажное Вы протираете 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 Избегая звонок Под глазами Протираете И протираете Иногда я Долго я так это протираю Так вот в этих вот Всех местах Где мне там Не нравится Чуть Где какие поры Потом смываете Или не смываете Если вы в ванной лежите Иногда я не смываю И лежу в ванной Минут пять Вот с этим средством И потом вот кожа Действительно будет Очищена до скрипа И вот эти вот поры Не будут осветлены И какая-то часть Сального секрета Уйдет Мне этого вполне Достаточно Вы знаете У меня еще была Гликолевая маска Кодолину Как-то так Вообще неплохая Гликолевая маска Кодолину Не могу вам сейчас Ее показать Вот и все Мое Очищение кожи Вот и все Вот это Больше ничего Когда я последний раз была у косметолога Не так давно Она же близко смотрела кожу Она сказала Я вижу вам чистка не нужна Я говорю Ну может быть Если только ультразвуковая Она говорит Ну может быть Только если да А вот это вот все Когда они там Начинают каждую пору Выдавливать Нет спасибо Не надо мне Потому что У меня останутся Вмятины следы И Ну не страдаю я Слава богу Этой болезнью акне Поэтому мне это не надо И увлажнение еще Вот что Конечно У меня и так Очень много увлажнения Почти во всех моих средствах Геалуроновая кислота Но Вот была у меня Такая маска Пробник мне дали Matisse Геалуроник Performance Mask Вот он этот пробник Так вот это пишется И Мне понравилось Мне понравилось Потому что Здесь гелевая текстура Потому что Через 15 минут Ее надо смывать И мне даже показалось Что вот у меня На тот момент Были какие-то воспаления На лице Они как-то вот Подсушились Не знаю как Хотя маска-то Увлажняющая Геалуроновая маска И вообще Как-то так Все так Это светло стало Красиво Может быть Это временный эффект Но все временный эффект Как косметолог Последний сказал 70% того Что происходит В вашей коже Это ваш базовый уход А все остальное Это косметолог В общем Я хочу купить Эту маску Matisse Я хочу ее использовать Два раза в неделю Мне нравится Что ее надо смывать И эта маска Будет стоить Где-то 3000 По карте Потому что Сейчас нормальной Цены я не нашла На нее какая-то Акция Акция И перечеркнуто Было 3760 Ну видимо Эти 3760 Это без всяких Скидок Я хочу Эту маску Себе купить Потому что Она мне понравилась Все Вот все банки Которые у меня тут лежали Вот про все эти банки Я рассказала Я не люблю Натуральное масло В уходе Особенно в чистом виде Я пыталась Ой как я пыталась Господи И вот это вот И на влажную кожу Его наносить И не на влажную кожу Наносить И пытаться Очистить поры При помощи этого масла У меня и виноградная косточка Была Хорошее масло Сахер Они из аптеки И миндальное Это масло у меня было И кофейное Это еще какое-то было В общем Либо никак Либо какие-то прыщи Ну не мое это масло И органовое масло У меня было Всякие-всякие Дорогие Дешевое Базовое Небазовое Но вообще никак не пошло И мне косметолог сказала Что с вашей тонкой Чувствительной кожей Ну лучше не надо Если то, что вы используете Работает Вот и используйте это Вот я использую То, что работает С моей кожей Вот так Задавайте вопросы Если они у вас есть Я устала Может быть я что-то забыла У меня были какие-то гениальные мысли Но я их, к сожалению, больше уже не помню Бережно Увлажняем Вот и все Отшелушиваем очень аккуратненько Вот и все Вот и все, что я вам могу сказать И избегаем Если у вас тонкая Чувствительная кожа Перепады температур Жестких скрабов Жестких пилингов Я вот, вы знаете Пошла к косметологу К первому еще Я говорю Я хочу бутокс в лоб Вот я вспомнила, что хотела сказать Я хочу бутокс в лоб Потому что я очень морщусь Она говорит Вот мы пока с вами разговариваем Я не вижу, что вы морщитесь Мне кажется, вам пока рано Вам пока не надо И я действительно Ведь поняла, что я практически Перестала двигать лбом Вот этой вот частью Потому что я им очень активно двигала Я перестала Я стала следить за собой Я стала себя контролировать А может быть это, кстати Как-то вот с этим связано Может быть у меня уже нет Такого сильного импульса К мышцам подвигать Хотя бы, может и хотелось И вот так вот я любила делать И вот так вот я любила делать А потом я, знаете Посмотрела одновременно С использованием этого крема Джеффри Стара Люблю его, любила Честно, надоел как-то Но раньше вообще За поем смотрела И я так это И он говорит Я не морщусь вообще Я вообще вот этой вот частью Стараюсь не двигать Если я хочу Показать удивление Я делаю вот так И я подумала О, да, это идея Слушайте, я тоже так буду делать Но зачем рано начинать? Я не хочу рано начинать Если я пока могу Без ботокса во лбу Я хочу быть без ботокса во лбу И без грыж под глазами Ладно, все Это все, это все, все Я устала Всего вам хорошего Сейчас список напишу Видео публикую До свидания Пока Субтитры сделал DimaTorzok